Здравствуйте, уважаемые телезрители! Итоги минувшей недели вновь подводим на канале МТК-Видео. Я Юрий Проскоков. Думаю, о минувших выборах сказано достаточно в выпусках новостей. Более того, еще весь март говорить о них будем. Ну а результат этих выборов так вообще закрепится теперь на 6 лет. Итак, сегодня в нашей программе. Под музыкальный аккомпанемент о самых больших в мире самосвалов. В Магадане белорусские предприниматели намерены создать технопарк БелАЗ. Рабочую встречу с мэром города провели в обстановке музея. Хлеба зрелища и серьезных разговоров хватило на всех. Форум, стратегия, стабильность и развитие прошел в Магадане. Спорткомплекс Колымский уместил более полутысячи участников и десятки экспозиций. Работы приблизительно будут завершены в июне месяце. Одна из самых дорогостоящих строек Колымы. В морском торговом порту завершается реконструкция пятого причала. Четвертый сдали в прошлом году. Цена вопроса – миллиард. Платит Москва. Колыма привлекает инвесторов и партнеров. На минувшей неделе сразу две делегации приехали в наш регион с коммерческим умыслом. Губернатор Магаданской области провел встречу с управляющим директором Ивенского рыбоперерабатывающего завода. Название есть, а предприятие пока только планируют строить. С намерением создать магаданский рыбопромышленный кластер приехал на Колыму Павел Захаров. В Ивенске, где будет работать основная база, предполагают создать 100 новых рабочих мест. Выпускать планируют в частности филе белорыбецы. Сумма вложений превышает 800 миллионов рублей. В этом году мы подготовим проект и подадим в фар полный пакет. К концу года он будет рассмотрен. Если мы пройдем, у нас есть уверенность, что мы пройдем. Соответственно, строительство начнем в следующем году. Срок строительства 2-3 года. Что касаемо опыта работы рыбопереработки, он у нас больше, конечно, в судовой переработке. У нас есть плавбазы, у нас есть отработанные технологические процессы. Но ввиду того, что в последнее время все программы нацелены на то, чтобы рыба шла в берег, мы решили, что мы тоже с этим справимся. Инвестором выступает компания «Эльбрус», в которую и входит Эвенский рыбоперерабатывающий завод. В ее составе также КЗБ «Донка» и «Моряк рыболов». КЗБ «Донка» пока лишь проект, аналогичный тому, что на днях предложен колымским властям. В сентябре прошлого года его презентовали властям камчатским. А «Моряк рыболов» – предприятие, которое уже несколько лет в крутом пике. В декабре 2017-го на нем введена процедура банкротства. Так что назвать перспективы «Эльбруса» и «Эвенского завода» четкими пока не получается. Чего нельзя сказать о партнерах из Беларуси, которые намерены создать в Магадане технопарк «Белаз». По добыче золота наблюдается заметный прирост, поэтому вполне вероятно, что тяжелой техники, например, одного модерн-машинери может на всех не хватить. Александр Бобцов умеет вести переговоры. На встречу с мэром Магадана руководителя отделения посольства Республики Беларусь в России пригласили в квартиру музея Владима Козина. Гость не растерялся и освоил рояль известного тенора. Исполнил «Беловежскую пущу». В такой неформальной обстановке обсуждали многомиллионные вложения. «Белаз» намерен построить в Магадане сервисный центр. Это предполагает создание 30 рабочих мест, ну и, конечно, налоговые отчисления. Речь идет о комплексном подходе. Дело в том, что на базе этого технопарка предполагается не только выставка готовой техники и запчастей, но и предполагается обучение специалистов. Поэтому, в общем-то, мы хотим обеспечить комплексный подход и решение вопросов по предоставлению всего комплекса сервиса для наших пользователей. Контакты начали завязываться еще в прошлом году. Белорусские производители предложили нам в Магадан поставить игровые комплексы силовые, где можно было бы там тренироваться. Они, кстати, очень схожи с нашими городками по ГТО. Мы будем один устанавливать в спортивно-оздоровительном комплексе снежный комплекс, второй будем на территории, которая находится возле клуба «Подвиг», чтобы наши ребята подтягивались, пресс качали и так далее. Далее мы вышли на то, что хотелось бы заключить долгосрочный договор, потому что БелАЗ приходит на территорию к нам всерьез и надолго, и двумя городками не обойтись. Мы предложили 30 марта на форуме подписать соглашение о социальном партнерстве, а сегодня в ходе разговора, я думаю, оно будет трансформировано в соглашение о социально-экономическом партнерстве. Объем добычи золота в Магаданской области менее чем за пять лет вырос на 12 тонн. В отрасли работают более ста предприятий на россыпях и руде. Только на территории дистрибьюторской ответственности Modern Machinery Far East сегодня более двух тысяч единиц техники. Компанию или конкуренцию японским самосвалам составят белорусские. Золотые рекорды стали одной из основных тем форума «Стратегия стабильности и развития». Спорткомплекс Колымский собрал более 500 участников и десятки экспозиций. В целом хлеба, зрелищ и серьезных разговоров хватило на всех. Регион живет и развивается. Пожалуй, таков основной посыл форума. К стендам экономических свершений и планов пролегал путь через более житейский. Первой гостей встречала гибридная фото-видео установка. Проект молодых магаданских кинематографистов любую съемку делает эффектнее. Случаев практического приложения пока немного, а между тем энтузиасты вложили уже более миллиона рублей. «На таком уровне качества, насколько мне известно, снимаем только мы в России. В мире, ну, несколько фирм, насколько, опять же, скажу, мне известно. Вот. Так что да, есть уникальность в этой всей установке и вообще в технологическом комплексе, потому что это не только установка, это технология обработки, ну и много чего еще. Я думаю, дело в том, что у меня просто мечта собрать огромную установку. В этой пока что 10 камер. У меня желание собрать именно 50, 100, одну из самых крупных в мире сделать. Есть идеи, чем отличаться от других. Ну и просто как бы, нужно быть первым. Вот. Тем более, что у меня мечты творческие, я определенные проекты хочу с помощью этой установки реализовать. Поэтому такое количество и надо». Совместили хобби с бизнесом. Так можно сказать про тех, кто работает в туристической отрасли. Профессиональные охотники и рыболовы более 10 лет назад объединились в Каюр Тревел, компанию, которая организует экскурсии для любителей активного отдыха. В целом, за прошлый год Колыму посетили более тысячи туристов из других российских регионов и зарубежья. Интересуют как красоты, так и история. Маршруты прокладывают и к местам бывших лагерей. «Судя по нашему опыту, это направление набирает обороты, постоянно люди приезжают, уже меньше интересуются поездками за рубеж, уже накатались везде и стараются. Здесь по нашим таким, с Москвы много приезжают, с других городов, с Казани, да откуда угодно, со всей России приезжают, иностранные туристы. Я думаю, что перспектива есть очень большая. Недавние поездки мы возили туристов, например, в поселок Ямск. Прошли 527 километров, там ловили корешку, народ был счастлив. Зимой? Зимой, конечно, да. Зимой, весной. В прошлом году мы на Буэнду возили, там и на мелководную, да во многие места. Просто все не перечислить». Три стенда на форуме были исключительно магаданскими. Их подготовила мэрия города. В областном центре проживают 75% населения региона. Этот год объявлен годом больших строек, что фактически не является преувеличением. В Магадане сегодня около 80 действующих стройплощадок. «Бюджет 2017 года у нас корректировался 8 раз. Мы в каждое практически заседание Думы добавляли денежных средств, потому что средств поступало больше, чем мы изначально планировали на Думе в декабре 2016 года. И как-то незаметно, но бюджет превысил впервые за многие годы отметку 6 миллиардов. Если точнее быть, то 6 миллиардов 189 миллионов стал бюджет города Магадана. Мы запустили очные сооружения в городе Магадане, биологической очистки. В городе Магадане введен в эксплуатацию радиологический корпус онкогиспансера. Этот недуг в виде онкологии, с ним нужно бороться не только в центральных клиниках Москвы, Новосибирска, но и везде, во всех субъектах Российской Федерации. Для Магадана это очень важный проект. Вот это я вам кладу ветчину, это идет балык свиной, вырезка со спины, это как у курицы. На форуме гастрономические достижения представили пекари, рыбаки, фермеры. В минувшем году колымчане оставили в заведениях общепита более 2 миллиардов рублей. Само собой, за бесплатными угощениями выстроилась длинная очередь. Наибольшим спросом пользовалась продукция комарова. В 1996 году начинали с двух коров и разбитой птицефабрики. Сегодня скота уже около тысячи. В марте готовятся запустить свинокомплекс. Корма выращивают сами, на Алтае. А базируется предприятие в поселке Снежный. При желании, кто хочет работать, тот будет развиваться. То есть, если, так сказать, работать именно на хозяйство и работать на себя, это же немножко разные вещи. Кто, кто хочет развить хозяйство, тот будет. Колымчан кормит земля, море и реки. В минувшем году одной только красной рыбы выловили порядка 7 тысяч тонн. Объемы минтая и сельди исчисляются десятками тысяч. Вылов краба, кстати говоря, был довольно успешным. Показатель 2016-го превышен в три раза. Но в этой сфере колымских рыбопромышленников начинает штормить. В Москве всерьез поговаривают об изменении механизма выделения квот. Речь идет о механизме продления квот на вылов рыбопродуктов. Сегодня очень серьезная проблема. Этим связано, поскольку появилось желание у некоторых игроков на рынке добычи морских биологических ресурсов захватить серьезную часть крабовых квот самой высоко маржинальной продукции. Поэтому на сегодняшний день в интересах развития нашей рыбодобычи важно продлить именно исторический принцип продления квот, который позволит нашим рыбакам устойчиво развиваться в пределах тех квот, которые они уже выкупили на аукционах в 2003 году. Губернатор Магаданской области открыл панельную дискуссию форума. Вступительное слово Владимир Печеный посвятил заслугам колымских недропользователей. Также он не приминул обратиться к тем, кто в отношении нынешней власти настроен критически. Я знаю, может быть, некоторые, в том числе сидящих в этом зале, могут сказать, что, наверное, этим не обязательно, нужно гордиться, но что же, золото – это наш ресурс, его нужно добывать, и какие здесь успехи. Я не стану отвечать этим злобыхателям здесь, в этом зале. Я думаю, что лучшим ответом является присутствие в этом зале людей, которые это сделали, и за что я им искренне благодарен. О своих планах и достижениях рассказали также «Полиметалл» и «Магадан Энерго», но особенно ждали выступления московского гостя. Заместитель министра транспорта России Александр Юрчик отметил, что субсидирование авиаперелетов жителей Дальнего Востока будет продолжено. В этом году программа действует по 1 декабря. Люди живут сегодня, им интересно, важно понимать, как вот они полетят в Москву завтра, будут ли доступны тарифы. Да. День на то, чтобы поддерживать тарифы доступными, будут продолжать выделяться. Они, к сожалению, к огромному чудес не бывают, и они не будут прямо в разы сразу увеличиваться, но будут прибавляться понемногу, а наша с вами задача – найти механизмы их эффективного использования. И здесь один из возможных механизмов. Мы рассчитываем найти поддержку региональных властей. О совместном финансировании. Да, конечно, основа будет по-прежнему на федеральном центре, потому что Дальний Восток – особая территория развития, но местные власти тем самым будут показывать приоритеты развития, где важнее всего, куда в первую очередь направить следствия. Форум завершен. Да, здравствует форум. Подобное мероприятие в Магадане пройдет уже 30 марта. Называться оно будет «Вектор развития 2020». Организатором выступает мэрия областного центра. Масштабы обещают быть скромнее, но сюрпризы запланированы. Разговорами в кресле федеральный чиновник не ограничился. Александр Юрчик посетил одну из самых дорогостоящих строек Колымы. В морском торговом порту продолжается реконструкция пятого причала. Интерес Москвы не случайен. Деньги выделены из федерального бюджета. Осваивает их самарская компания «Больверк». Работы начались почти год назад. Уже затрачено более миллиарда рублей. На данный момент четвертый причал полностью готов и принят в эксплуатацию. Пятый на подходе. Основной фронт работ завершен. Количество строителей снизили с 60 до 30. Можно сказать, что осталась лишь отделка. Причал необходимо забетонировать. Приступят, когда потеплеет. Ожидаем сейчас период наступления положительных температур, выше отметки 0 градусов. И после этого, присутствием к работам по уплотнению, работы приблизительно будут завершены в июне месяце. Капитального ремонта причалов в морском торговом порту не проводили с момента его постройки. Это почти полвека. На сегодняшний день в порядок привели одну пятую пристани. В данном случае это скорее повышение качества обработки грузов, более безопасная, более надежная, более стабильная обработка поступающих грузов. Это не должно стать крайним этапом, с учетом того, что дальше будут развиваться порты Дальнего Востока. Проведение масштабного ремонта сказывается на деятельности торгового порта. Предпраздничные дни морские суда вынуждены ожидать на рейде очереди под разгрузку. Но после реконструкции пятого причала свое место уже готов занять новый кран грузоподъемностью 84 тонны. В этом году руководство порта планирует преодолеть рубеж объемов поставок в миллион тонн. За последние 25 лет это произойдет лишь во второй раз. О самом главном рассказали, а теперь о насущном. Через неделю в Магадане начнут отключать горячую воду. Планово. Регламентные работы по обслуживанию трубопроводов коммунальщики выполняют ежегодно. Это позволяет сэкономить летнее время для проведения ремонтов. С 1 апреля отключать районы города будут поочередно, не более чем на 4 часа. График отключения района, во-первых, будут извещаться непосредственно на сами потребители, через управляющие компании будут извещены. И будет опубликован график отключения, он будет опубликован у нас на сайте. В завершении программы интересный анонс. 25 марта на горнолыжном комплексе «Снегорка» пройдут соревнования по скоростным спускам. Внимание, на лопатах. Начало в 13 часов. Думаю, это будет интересно. Спасибо, что оставались с нами. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова